так уважаемые коллеги приветствуем вас на нашем подключении сейчас мы переходим к третьей теме вебинара эта процедура получения евразийского патента способы подачи заявки на изобретение и пошлины эту тему вам озвучит главный эксперт центра мониторинга качества дорохина кристина валерьевна пожалуйста добрый день уважаемые слушатели прежде чем перейти к теме моего доклада я предлагаю рассмотреть следующий вопрос для чего же в первую очередь нужен патент патент это своеобразная монополия которая предоставляет общество в лице ведомства заявителю в обмен на предоставленную им информацию эта информация в дальнейшем повлияет на технический прогресс в дальнейшем другие изобретатели смогут взять данные изобретения за прототип усовершенствовать его и таким образом мы получаем непрерывное техническое развитие кроме того патент это не материальный актив его можно поставить на баланс компании кроме того патент это надежное средство коммерциализации вы можете сами производить свое техническое решение вы можете его реализовывать и получать него денежные средства кроме того вы можете это решение свое свой патент передать в аренду посредством лицензии также вы можете его продать посредством подписания договора отчуждения прав случае если вы подписываете договор отчуждения прав то далее это изобретение вам уже не принадлежит также патент это показатель работы для научно-исследовательских организаций для вузов вы можете евразийским патентам отчитываться за предоставленные вам гранты а кроме того патент это очень хороший маркетинговый ход своей рекламе вы можете сказать что у вас не просто палки-копалки а инновационные палки-копалки которые созданы по определенной запатентованной технологии и при этом фаз вас не оштрафует очень важно если вы хотите коммерциализировать свое решение вовремя его запатентовать в мировой практике известно много решений которые изобретатели вовремя запатентовали и не получили никакие никакой финансовой выгоды со своих решений так на данном слайде представлены несколько изобретатели которые не получили никакой финансовой выгоды От своих изобретений. Это паровая машина Ползунова. Это первый в мире паровой двухцилиндровый двигатель, который проработал 40 дней. После чего он вышел из строя. Но на тот момент, к сожалению, сам Ползунов смертельно заболел и не получилось это изобретение в дальнейшем дальше использовать. Однако, другие изобретатели взяли его за прототип и мы получили решения, которые в дальнейшем повлияли на технический прогресс. С лампочкой накаливания очень много ходит споров и слухов. Безусловно, у нас в первую очередь с лампой ассоциируется фамилия Томаса Эдисона. Однако, Александр Ладыгин смог запатентовать свою лампочку накаливания, но, к сожалению, у него не было возможности поддерживать свой патент в силе, поскольку у него не было попросту денежных средств на поддержание патента в силе. И он за смешные деньги продал свой патент компанией General Electric. Ну и, собственно говоря, фамилию Томаса Эдисона знает во всем мире, а Александра Ладыгина хорошо, что знает у нас в стране. Радио Попова. По поводу Радио Попова все мы знаем. На постсоветском пространстве знают, кто его изобрел. Однако, это решение не было запатентовано, но в мире, в мировом сообществе знают другую фамилию. Вильермо Макрони. Гильермо Макрони запатентовал свое устройство, усовершенствовав Радио Попова. Летательный аппарат вертикального взлета изобрел Михаил Васильевич Ломоносов. У него не было времени, на самом деле, патентовать свое решение, не было цели его запатентовать. Он его представил в Академии наук. И, собственно говоря, это первый аппарат, который такой конструкции, который поднялся на высоту 20 метров. Это впервые в истории была такая апробация. Собственно говоря, во всех мировых сообществах это обсуждали. И в дальнейшем этот аппарат был взят за прототип. И, как мы знаем, у нас теперь существует вертолет и тому подобное устройство. Однако запатентовать можно не все. Согласно правилу 3.3, патентные инструкции к Евразийской патентной конвенции не признаются изобретениями. Открытие, научные теории и математические методы, представление информации, методы организации и управления хозяйством, условное обозначение, расписание правил, в том числе правила игр. Методы выполнения умственных операций, алгоритмы и программы для вычислительных машин, проекты и схемы планировки зданий, сооружений, территорий, а также решения, которые касаются только внешнего вида изделий и направлены на удовлетворение эстетических потребностей. На данном слайде представлен QR-код. Вы можете по нему перейти и ознакомиться с одним из основополагающих документов Евразийского патентного ведомства – патентной инструкцией к Евразийской патентной конвенции. Кроме того, евразийские патенты не выдаются на сорта растений и породы животных, на топологии интегральных микросхем, а также на вредоносные или аморальные технические решения. Итак, вы создали техническое решение. Оно признается изобретением. Оно не противоречит нормам морали и порядка. Обладает новизной, изобретательским уровнем и промышленно применимым. И встает вопрос. В какое же ведомство подать заявку, чтобы получить патентную охрану на ваше техническое решение? Для этого вам нужно ответить на следующие вопросы. На первый вопрос – это на территории какой страны вы предполагаете коммерциализировать свое решение. Далее предполагаете вы сами использовать свое изобретение и запускать его в производство, и получать с него финансовую выгоду. Либо же вы предполагаете его продать, либо сдать в аренду. Далее, если вы предполагаете не сами реализовывать свое техническое решение, а предоставить лицензию или подписать договор отчуждения, вам нужно задать вопрос, есть ли у вас потенциальный покупатель или лицензиат. После ответа на все эти вопросы вам нужно озадачиться следующим вопросом. В какое же ведомство подать заявку на выдачу патента? Если вас интересует охрана на территории одного государства, например, Российской Федерации, то рекомендуется подать заявку в национальное ведомство. Если же вам необходимо, чтобы ваш патент действовал на территории нескольких стран, то вы можете воспользоваться региональной системой патентования. Как вы уже знаете, на территории Российской Федерации осуществляет свою деятельность Евразийское патентное ведомство, которое является той самой региональной организацией, которая выдает патент, который действует на территории восьми стран. Это в случае изобретения, в случае промышленных образцов на территории семи стран. Туркменистан не рацифицировал данное соглашение. Ну и, следовательно, пятый вопрос. Вам необходимо после того, как вы решили подавать в Евразийское ведомство заявку, ознакомиться с требованиями данного ведомства в отношении подачи и рассмотрения заявки, а также выдачи патента и, самое главное, поддержание патента в силе. К этому вопросу мы еще вернемся далее. Преимущество получения патента в Евразийском патентном ведомстве. Вы подаете одну заявку. Все дело производства осуществляется на русском языке. Проводится единая экспертиза. Вы платите единый набор пошлин в Евразийское патентное ведомство. Возможно, осуществление поступления денежных средств в следующих валютах – это рубли. евро и доллара. Кроме того, ваши интересы, в случае, если вы иностранное лицо, либо же, если вы хотите работать через патентного поверенного, ваши интересы представляет один единый евразийский патентный поверенный. Список евразийских патентных поверенных опубликован на сайте Евразийского патентного ведомства в реестре евразийских патентных поверенных. Также у вас есть возможность выбора, на территории какой страны будет действовать патент. Если, например, вы не заинтересованы в действии евразийского патента на территории всех восьми стран, то вы просто-напросто платите пошлину за поддержание евразийского патента в силе на территории тех стран, охрана которой вас интересует. Просто на территории других стран вы не платите за поддержание в действии евразийского патента в силе, и его действие на территории тех стран просто-напросто прекращается. Какие предварительные действия необходимы перед подачей заявки в Евразийское патентное ведомство? Рекомендуется провести предварительный патентный поиск для анализа предшествующего уровня техники, чтобы проверить, а не существует ли уже такого технического решения. Далее вам необходимо ознакомиться с соответствующими требованиями Евразийского патентного ведомства к составлению заявки, к ее рассмотрению и к выдаче патента. Основополагающие документы это Евразийская патентная конвенция, патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции и положение о пошлине. А далее вам необходимо составить заявку в соответствии с требованиями Евразийского патентного ведомства и выбрать от какого лица вы предполагаете подавать заявку в Евразийское патентное ведомство. Поиск рекомендуется осуществлять как по патентной, так и по непатентной литературе, по всем имеющимся базам и доступным для вас поисковым системам. В Евразийском патентном ведомстве есть своя система. Это Япатис. Регистрация в ней платная, однако вы можете войти как гость и провести поиск по конструктору запросов, задав необходимые вам сведения. Это вы можете задать ключевые слова, вы можете задать номер патентного документа или номер заявки, если вы его знаете. Вы можете указать имя автора и фамилию автора, если вы это знаете. Далее вам необходимо будет в графе поиск выбрать базы, по которым будет осуществляться, собственно говоря, поиск. Обращаю ваше внимание на то, что в случае гостевого входа доступ будет предоставлен только к четырем базам. Это базы ЯПВ с полными текстами, базы ЯПВ с патентом на английском языке. Кроме того, внешние источники это Спаснет и Патентсков. Далее вы нажимаете на кнопку «Искать». Если все хорошо, если вы правильно задали поисковые массивы, то вам будет предоставлена вся информация, которую вы ищете. Также вы можете зайти в поисковую систему, воспользоваться поисковой системой ЯПАТИС бесплатно. Вы можете зайти в государственную публичную библиотеку Российской Федерации. Филиалы есть практически в каждом городе. И у них есть доступ к системе ЯПАТИС. И вы можете уже во всех указанных на слайде базах провести патентный поиск. Вопросы правовой охраны изобретений изложены в Евразийской патентной конвенции, в патентной инструкции, в положении о пошлинах. Кроме того, как вы видите на данном слайде, указан перечень государств участников Парижской конвенции, которые относятся к льготному тарифу. Что это имеется в виду? Некоторые физические лица, согласно данным ВАИС, могут рассчитывать на льготу, на пошлины. Эта льгота составляет 50%. Список таких государств указан на сайте ВАИС. И, кроме того, вы можете посмотреть на нашем сайте список этих государств. Говорю, что с 2019 года данный список не обновлялся. Перейдя по QR-коду, вы можете ознакомиться с вопросами правовой охраны изобретений. Итак, от какого же лица подавать евразийскую заявку? Обращаю ваше внимание на то, что в евразийском патентном ведомстве действует льготная система. Она распространяется на все пошлины евразийского патентного ведомства. И не распространяется на тарифы. Ну, что является тарифами? Тарифами является ускорение дела производства. И тарифами являются процедуры, связанные с возражениями, когда созываются новые коллеги. Обратите внимание на то, что за ускоренную публикацию заявки также распространяются льготы, поскольку это является пошлиной, а не тарифом. Физические лица из договаривающихся государств платят 10% от размеров всех указанных пошлин. Юридические лица из договаривающихся государств платят 90% от размеров всех указанных пошлин. Государственные научные и образовательные организации из договаривающихся государств платят 30%. Кроме того, как уже говорилось, физические лица из государств, не являющихся участниками Евразийской конвенции, но имеющие право на льготу, платят 50% от размеров указанных пошлин. Еще раз говорю, что эти данные представлены на сайте ВАИС, а также на сайте Евразийского патентного ведомства. Какая же льгота действует, если у нас несколько заявителей, и они имеют разный правовой статус? Льготы действуют на понижение. То есть если у нас два заявителя, один заявитель является юридическим лицом из договаривающегося государства, то есть он имеет право на льготу, а другой заявитель является юридическим лицом не из договаривающегося государства, то есть он не имеет права на льготу, то в данном случае льгота действовать не будет. Если заявитель является физическим лицом из договаривающегося государства, который имеет право на самую высокую льготу, и юридическое лицо из договаривающегося государства, который имеет право на более низкую льготу, то льгота будет действовать на понижение в отношении юридического лица, а не физического. Как подать заявку в Евразийское патентное ведомство? Если заявку подает заявитель из договаривающегося государства, то он подает заявку в национальное ведомство. Далее, если заявитель подает заявку в электронном формате, то ему необходимо будет оплатить сразу на пошлину за пересылку. Что входит сюда от пошлины за пересылку? Сюда входит проверка на гостайну, сюда входит проверка наличия полного комплекта документов. Обращаю ваше внимание на то, что экспертиза при этом национальным ведомством не проводится. Национальным ведомством проверяется, полный ли вы комплект документов подали. Если вы подали неполный комплект документов, то из национального ведомства вам придет уведомление о необходимости предоставления дополнительных документов. Далее, национальное ведомство установит дату подачи и перешлет, точнее не перешлет, а если вы электронно подаете, откроет доступ к вашим материалам Евразийскому патентному ведомству. И далее, после того, как доступ будет открыт, материалы заявки поступят в Евразийское патентное ведомство, у вас есть три месяца для того, чтобы заплатить единую процедурную пошлину. Собственно говоря, с момента уплаты единой процедурной пошлины и начнется рассмотрение вашей евразийской заявки. Также, если вы подаете евразийскую заявку на бумажный носитель, вам ее необходимо будет подавать в двух экземплярах. Один экземпляр в данном случае останется в национальном ведомстве. Вы можете подать заявку напрямую в Евразийское патентное ведомство, если вы являетесь заявителем из договаривающегося государства. Евразийское патентное ведомство установит дату подачи, но ваши материалы будут направлены в национальное ведомство. Это делается как раз-таки для проверки на гостайну, для проверки полного, наличия полного комплекта документов. За пересылку из Евразийского патентного ведомства в национальное ведомство вам ничего не нужно будет платить, но после поступления ваших материалов в национальное ведомство вам нужно будет заплатить эту пошлину за пересылку. Сразу говорю, что пошлина за пересылку в каждом ведомстве своя. На данный момент в Российской Федерации она составляет порядка 1600 рублей. Но каждое национальное ведомство само устанавливает эту пошлину. Если вы являетесь иностранным лицом или же вы подаете заявку, по которой испрашивается приоритет на основании ранее поданной предшествующей заявки на это же изобретение, то вы подаете заявку напрямую в Евразийское патентное ведомство. После того, как заявка поступит в Евразийское патентное ведомство, в течение трех месяцев вам необходимо будет оплатить эту же единую процедурную пошлину. Что входит в единую процедурную пошлину? Это проведение формальной экспертизы и проведение патентного поиска. Как вести дела с ЕАПВ после того, как вы подали заявку? Если вы являетесь заявителем из договаривающегося государства, вы можете вести дела с ЕАПВ самостоятельно, без представителей, без патентных поверенных. Если вы понимаете, что у вас есть такая возможность. Кроме того, если у вас есть представитель, который может вести ваши дела с Евразийским патентным ведомством, он не является патентным поверенным евразийским. Вы можете вести дело производства через него, но до этого вам нужно будет написать на него доверенность. В доверенности очень важно указать данные представителя заявителя и указать срок действия доверенности. Если вы не укажете такой срок, то доверенность будет не принята и вам будет направлено соответствующее уведомление о необходимости предоставления доверенности вновь. Если заявитель является иностранным лицом, он может подать заявку самостоятельно, но вести дело производства с ЕАПВ далее он уже не сможет. Вести дела он сможет только через евразийских патентных поверенных. Список, как я уже говорила, указан в реестре евразийских патентных поверенных. Как подать международную заявку в евразийское патентное ведомство? Если международная заявка переходит на региональную стадию, то есть уже проведен международный поиск международным поисковым органам, уже есть международная предварительная экспертиза, которая проведена соответствующим органам, то в течение 31 месяца с даты приоритета вы можете подать заявку в ЕАПВ. При этом вам необходимо будет предоставить заверенную копию международной заявки, документ об уплате единой процедурной пошлины, перевод международной заявки на русский язык и ходатайство о проведении экспертизы по существу. Кроме того, ЕАПВ сам является международным поисковым органом и органом международной предварительной экспертизы. Вы можете к нам подать заявку на проведение международного поиска и международной предварительной экспертизы. Для этого вам необходимо будет заплатить за проведение международного поиска в случае, если у вас заявка на русском языке 9 тысяч рублей, в случае, если у вас заявка на английском языке 40 тысяч рублей. Далее вы также можете выбрать ЕАПВ в качестве органа международной предварительной экспертизы. При этом, если у вас уже проведен ЕАПВ международный поиск и заявка на русском языке, вам необходимо будет заплатить 4,5 тысячи рублей. Если поиск международный проводил другой орган, а не ЕАПВ, то вам необходимо будет заплатить 6 тысяч 750 рублей. Если заявка на английском языке, то и ЕАПВ проводил международный поиск, вам необходимо будет заплатить 16 тысяч рублей. Если не ЕАПВ проводил поиск, то 24 тысячи рублей. Обращаю ваше внимание на то, что если международный поиск и международную предварительную экспертизу проводил ЕАПВ, то действует скидка в размере 40% на единую процедурную пошлину и на пошлину за пункты формулы изобретения свыше 5, 20 и 50. Если международная заявка не удовлетворяет требования единства, то заявитель направляется в уведомление с предложением оплатить дополнительную пошлину за каждое изобретение, в отношении которого проводится международный поиск и предварительная экспертиза. Если заявитель на это уведомление никак не реагирует, не отвечает, то поиск и экспертиза будут проводиться в отношении первой группы изобретений, указанной в формуле, связанной с единым изобретательским замыслом. Как подать документы в ЕАПВ? Можно подать на бумажном носителе, можно подать посредством электронной подачи. Если вы хотите подавать на бумажном носителе, но понимаете, что в сроки вы свои, собственно, отведенные, не укладываетесь, вы можете посредством предварительной подачи направить документы по факсу или e-mail. Но в данном случае ЕАПВ установит дату подачи по получению таких документов по факсу e-mail, только в том случае, если вы в течение месяца предоставите документы на бумажном носителе. В противном случае, если вы в месяц не уложитесь, такая заявка не будет считаться поданной. Кроме того, при подаче на бумажном носителе вам необходимо будет воспользоваться либо Почтой России, либо курьерской службой. Также, если вы, например, находитесь в Москве, недалеко от Лубянки, то вы можете прийти в канцелярию ЕАПВ напрямую и подать документы на бумажном носителе. После этого ваши документы поступят в службу делопроизводства. Там их зарегистрируют, проиндексируют, отсканируют. Сразу обращаю ваше внимание на то, что ЕАПВ работает по процедуре без бумажного делопроизводства. То есть все документы, которые поступают на бумажном носителе, сканируются и индексируются. Далее все эти документы в электронном виде поступают в административную информационную систему «Сопрано». И в ней уже заводится личное дело. Для чего это нужно? На любом этапе, когда вы понимаете, что вы уже не хотите вести делопроизводство на бумажном носителе, вам это неудобно, вы можете зарегистрироваться в системе ЕАПВ онлайн. Регистрация в этой системе абсолютно бесплатная. Вам будет открыт доступ в личный кабинет, и уже в этом личном кабинете вы увидите все свои материалы заявки, в том числе и переписку, предшествующую до вашей регистрации. То есть именно для этого и хранятся, собственно говоря, все материалы по вашему делу. Также вы можете напрямую сразу подать документы посредством электронной подачи. Для этого также вы зарегистрируете в системе ЕАПВ онлайн. Все эти документы отправятся в административную информационную систему «Сопрано». Будет создана электронная досье заявки, и абсолютно все документы, вся переписка, все делопроизводство будет вам доступно в личном кабинете. Как зарегистрироваться в системе ЕАПВ онлайн? На самом деле это несложно. Можно перейти по QR-коду. Вы поступите на эту страницу. Там указаны правила регистрации. И, собственно говоря, когда вы кликнете на окошечко регистрации, у вас появятся следующие окна. Вы можете выбрать. Вы зарегистрируетесь как патентный поверенный. В данном случае вам нужно будет выбрать аттестацию, которую вы имеете по изобретениям или по промышленным образцам, и указать номер из реестра евразийских патентных поверенных. Также вы можете зарегистрироваться либо как физическое лицо, либо как юридическое лицо. В данном случае вам необходимо будет указать страну постоянного места жительства или места пребывания. Для чего это необходимо? Для дальнейшего расчета пошлин с учетом льгот, которые вам могут быть предоставлены. Ну и, как вы видите, необходимо будет указать свою личную информацию и паспортные данные. Если вы ведете дело производства на бумажном носителе, то вам необходимо будет правильно заполнить заявление. Бланк заявления есть на сайте Евразийского патентного ведомства. Если вы ведете дело производства, подаете заявку, точнее, через систему ЯПВ онлайн, то заявление будет сформировано автоматически в зависимости от того, какие пункты вы выберете при подаче заявки. В данном случае заявление не будет сформировано автоматически. Если вы подаете заявку на бумажном носителе, вам необходимо будет данный бланк скачать и заполнить его самостоятельно. И тут возникают ошибки. Наиболее частые ошибки, которые встречаются у патентных поверенных, это то, что адрес в графе 8 не совпадает с адресом, который указан в реестре Евразийских патентных поверенных. Как вы видите, слева представлен пример, который неправильного заполнения заявления, справа правильный. Данные из реестра Евразийских патентных поверенных в графе 8 должны совпадать. Однако, если вы понимаете, что вы не хотите вести переписку по данному адресу, в графе 9 галочка «Прошу вести переписку по адресу представителя заявителя». Вам не надо ставить эту галочку. Вам необходимо в графе 9 будет указать адрес для переписки. Однако, сразу обращаю ваше внимание на то, что если вы являетесь Евразийским патентным поверенным, и у вас меняются контактные данные, и в принципе у вас меняются данные, то вам необходимо это сообщать в Евразийское патентное ведомство и все данные в реестре актуализировать. Как происходит взаимодействие с ЕАПВ после того, как вы подали заявку? Эксперт оставляет уведомление. Далее, если вы подали заявку на бумажный носитель, это уведомление распечатывается, направляется в службу дела производства. Далее, это уведомление сканируется, заносится в систему «Сопрано» и хранится в вашем электронном досье. А вам далее эти документы направляются в канцелярию, и с канцелярией уже либо по почте России, либо по курьерской службе, в зависимости от того, как вы их передавали, будет направлено вам. Как вы понимаете, сроки при этом увеличиваются, потому что вы еще ждете, когда же придут вам эти материалы. Если еще на почте где-нибудь потеряются эти материалы, то вы понимаете, что 4 месяца у вас уже идет с момента направления вам уведомления, а ответ вам предоставить необходимо в течение 4 месяцев. И, собственно говоря, заявка будет отозвана, если в течение 4 месяцев вы не ответите на уведомление и экспертизу. Если же вы ведете делопроизводство в электронном формате, то практически в режиме реального времени, после того, как эксперт направляет уведомления, служба делопроизводства в течение буквально часа обрабатывает это уведомление, и вы видите это уведомление в электронном досье, зайдя в личный кабинет свой. То есть все происходит практически в режиме реального времени. Доступ к материалам заявки. Доступ к материалам заявки возможен через личный кабинет системы ЯПВ МВН, вне зависимости от того, как заявка была подана в электронном виде или на бумажном носителе. Как я уже говорила, в любой момент вы можете зарегистрироваться в этой системе, и все данные по заявке вам будут предоставлены. При этом представитель заявителя имеет доступ к материалам в случаях, если заявка изначально была подана через него, либо же, если представитель заявителя поменялся, то доступ будет предоставлен только после того, как он предоставит доверенность. Еще раз указываю, обязательно в доверенности указывают сроки действия этой доверенности. Нет необходимости запрашивать ЕАПВ предыдущую переписку, поскольку в личном кабинете вся предыдущая переписка будет вам доступна. Преимущество электронного взаимодействия с ЕАПВ очевидно. Это уменьшение почтовых расходов. У вас нет необходимости дополнительного затрат на курьерскую службу, на пошлины для Почты России. У вас сокращаются расходы на подготовку бумажных документов, на принтеры, картриджи, на бумагу. Уменьшение ошибок, безусловно, в данных, улучшение качества документов, как я говорила, и лист расчета пошлин, и заявления формируются на этапе подачи заявки вашей. Каждый этап описан в системе ЕАПВ онлайн, когда вы подаете заявку, и путаницы здесь возникнуть, как правило, не может. И, собственно говоря, все понятно, все доступно, все очевидно, и заявление формируется уже в автоматическом формате, после того, как вы запомните все необходимые этапы. Кроме того, вы можете осуществлять контроль за отправленной или полученной корреспонденцией по заявке. Вы видите, на какой стадии находится ваша заявка. Удобство использования. У вас вся информация хранится в личном кабинете, и точно ничего не затеряется. Ну и оперативность – это сокращение сроков рассмотрения заявки и публикации. То есть, собственно говоря, вы сокращаете время на пересылку. Какие стадии изобретения от заявки до патента проходят? После того, как вы подали заявку, оплатили единую процедурную пошлину, заявка поступает на стадию формальной экспертизы. Проводится патентный поиск, вставляется отчет о патентном поиске, публикуется заявка и отчет о патентном поиске. Сейчас сроки, примерно с момента формальной экспертизы до перехода на экспертизу по существу, составляют 3-4 месяца. Далее заявка поступает на стадии экспертизы по существу. Далее на этой стадии выносится либо решение о выдаче евразийского патента, либо решение об отказе выдачи евразийского патента. Если заявителю было вынесено решение об отказе выдачи евразийского патента, то в течение трех месяцев у него есть возможность обжалования такого решения путем подачи возражения на решение об отказе выдачи евразийского патента. Для этого ему необходимо будет оплатить пошлину, которая составляет 30 тысяч рублей. Далее, если заявитель не согласен с решением по возражению, он может подать в течение 4 месяцев с даты вынесения этого решения апелляцию на имя президента евразийского патентного ведомства, при этом ему нужно будет заплатить 45 тысяч рублей. Далее уже решение последующее, апелляции не подлежит. Если вынесено решение о выдаче евразийского патента, то у третьих лиц есть возможность подать возражение на решение о выдаче евразийского патента в течение трех лет. Для этого им нужно будет заплатить пошлину в размере 60 тысяч рублей, и если они не согласны с решением по возражению, то они могут также в течение 4 месяцев подать апелляцию на имя президента евразийского патентного ведомства, и при этом им необходимо будет заплатить 80 тысяч рублей. Сколько стоит получить патент? Минимальная сумма для физических лиц из договаривающихся государств в случае, если формула изобретения содержит до 5 пунктов, содержит один независимый пункт материала заявки, а именно описание, формула изобретения, чертежи и реферат составляет до 35 страниц, будет составлять 13 тысяч рублей. Минимальная сумма для юридических лиц будет составлять 117 тысяч рублей. Для государственных, научных и образовательных учреждений 39 тысяч рублей. Для физических лиц из государств, список которых, как я уже говорила, представлен на сайте ВАИС, будет составлять 65 тысяч рублей. И минимальная сумма для всех остальных, кто не претендует ни на льготы, ни на скидку, будет составлять 130 тысяч рублей. Из чего формируется эта сумма? Единая процедурная пошлина составляет 50 тысяч рублей. Пошлина за экспертизу по существу в случае одного изобретения или одной группы изобретений составляет 50 тысяч рублей. Пошлина за выдачу евразийского патента составляет 30 тысяч рублей. Также обращаю ваше внимание на то, что за каждый пункт свыше пятого необходимо будет оплатить 5,5 тысяч рублей. За каждый пункт свыше двадцатого в формуле изобретения необходимо будет заплатить 6 тысяч рублей. Свыше пятидесятого – 7 тысяч рублей. На эти пошлины также действуют льготы. И, кроме того, если у вас уже есть отчет о международном поиске, проведенном ЯПВ, то на эти пошлины, на единую процедурную, на пошлины свыше пятого, двадцатого и пятидесятого пунктов в формуле будет действовать еще дополнительная скидка 40%. Если у вас есть отчет о международном поиске, проведенном другим органом, не ЯПВ, то такая скидка будет составлять 25%. Кроме того, если у вас в формуле изобретения представлен второй независимый пункт, то необходимо будет заплатить 30 тысяч рублей. За каждый последующий независимый пункт необходимо будет заплатить 15 тысяч рублей. На эти пошлины также действуют льготы. И за каждый лист свыше тридцать пятого, о каких листах это говорится? О материалах заявки, которые в себя включают, еще раз обозначаю, описание, формула, реферат, чертежи. Если в сумме материалы заявки, озвученные, составляют свыше 35 страниц, то за каждый лист, начиная с 36-го, вам нужно будет заплатить 250 рублей. Также распространяются льготы на эту пошлину. Для вашего удобства на сайте ЯПВ представлен лист расчета пошлин. Перейдя по QR-коду, вы можете ознакомиться с ним. Вы можете сейчас вручную ввести соответствующие пошлины и посмотреть, какая сумма, какую общую сумму вам необходимо будет оплатить. Еще раз я говорю, что если вы подаете заявку через систему ЯПВ онлайн, то этот лист расчета пошлин вам необходимо будет рассчитать еще на стадии подачи. То есть указав все пошлины, которые вам необходимо будет оплатить, эти пошлины также появятся в заявлении. Если вы подаете заявку посредством электронной подачи через систему ЯПВ онлайн, и в листе расчета пошлин вы сразу указываете пошлину об экспертизе по существу, вы ее сразу уплатите, у вас в заявлении это будет отмечено, и, собственно говоря, вам уже не нужно будет подавать ходатайство о проведении экспертизы по существу. Если вы при подаче заявки в листе расчета пошлин не указали эту пошлину, то вам необходимо будет ее после положительного решения формальной экспертизы и после получения отчета о поиске вам необходимо будет оплатить пошлину за экспертизу по существу, и, кроме того, в данном случае вам необходимо будет подать ходатайство о проведении экспертизы по существу. Без предоставления данного ходатайства экспертиза по существу проводиться не будет. В Евразийском патентном ведомстве действует система ускорения делопроизводства. Ускоренная публикация и выдача евразийского патента будет стоить 20 тысяч рублей. Ускоренное проведение экспертизы по существу 60 тысяч рублей. Ускоренное проведение формальной экспертизы до 10 дней 10 тысяч рублей, до 5 дней 20 тысяч рублей. Обращаю ваше внимание, что вот это, это не пошлины, это тарифы, и следовательно на них скидки и льготы не действуют. Кроме того, за внесение дополнений, уточнение исправления изменений на стадии формальной экспертизы за предоставлением дополнительных материалов вам необходимо будет оплатить 5 тысяч рублей. Если заявка уже перешла на стадию экспертизы по существу, то за предоставление дополнительных материалов вам необходимо будет заплатить 13 тысяч рублей. Если вы вносите на стадии экспертизы по существу новый независимый пункт, вам необходимо будет заплатить 30 тысяч рублей за каждый новый внесенный независимый пункт. Если вы понимаете, что вам на стадии экспертизы по существу необходимо внести новые пункты формулы изобретения, вам необходимо будет заплатить 5,5 тысяч рублей за каждый пункт свыше 5, 6 тысяч рублей за каждый пункт свыше 20, которого не было в формуле, и 7 тысяч рублей за каждый пункт свыше 50. За подачу ходатайства об изменении сведений, которые содержатся в заявлении о выдаче евразийского патента, вам необходимо будет заплатить 800 рублей за внесение исправлений в евразийский патент, о каких исправлениях речь идет, о технических ошибках, вам необходимо будет заплатить 5 тысяч рублей. За издание нового описания к евразийскому патенту по результатам рассмотрения возражений против выдачи евразийского патента, вам необходимо будет оплатить 8,5 тысяч рублей и плюс 250 рублей за каждый лист свыше 35-го. Продление пропущенных сроков и восстановление прав. За продление срока, установленного евразийским патентным ведомством до 12 месяцев с даты истечения срока, вам необходимо будет заплатить по 1,5 тысячи рублей. И далее увеличивается эта пошлина на 1,5 тысячи рублей. Что это такая за пошлина? Эксперт отправляет вам уведомление. Вам необходимо предоставить ответ на это уведомление в течение 4 месяцев с датой направления этого уведомления экспертам. Если вы понимаете, что вы не успеваете предоставить ответ евразийскому патентному ведомству в течение 4 месяцев, вы подаете ходатайство о том, что вам необходимо продление срока ответа и платите за пятый месяц 1500 рублей. За шестой месяц, если вы понимаете, что вы до сих пор не можете еще ответить на уведомления экспертизы, вы платите 1500 рублей. За седьмой месяц вы уже должны будете заплатить на 1500 рублей больше, чем предыдущий месяц, то есть 3000 рублей. За восьмой плюс 1500 – 4,5 тысячи рублей. И так по возрастающим. А свыше 12 месяцев, если вы продляете срок ответа, у вас уже пошлина увеличивается на 2000 рублей. То есть с 12 месяца вы уже плюсуете к предыдущему месяцу 2000 рублей. Если вы не отвечаете в течение 4 месяцев, но уведомление экспертизы, ваша заявка считается отозванной, и вам приходит уведомление об отзыве вашей заявки, в течение двух месяцев у вас есть возможность восстановить свою заявку. При этом вам нужно будет заплатить 25 тысяч рублей за восстановление заявки. Ну и, естественно, предоставить ответ. Если вы просто заплатите за восстановление заявки и не предоставите ответ, то заявка не будет восстановлена. За подачу ходатайства о восстановлении права на евразийскую заявку вам необходимо будет заплатить 35 тысяч рублей. Это в случае, если вы не уложились в этот двухмесячный срок. То есть прошло уже 6 месяцев. За подачу ходатайства о восстановлении права на евразийский патент, То есть вам необходимо будет 50 тысяч рублей заплатить. Это какой случай? Это случай, если вы своевременно не уплатили пошлину за действие вашего евразийского патента. У вас есть в течение трех лет вы можете восстановить права на евразийских патент. Но обращаю ваше внимание, что там будет действовать право преждепользования, о котором мы с вами чуть-чуть попозже поговорим. Кроме того, вы можете передать права на евразийскую заявку или евразийский патент. Если вы хотите по наследству передать права на евразийскую заявку, то вам необходимо будет заплатить 5 тысяч рублей. Если вы хотите передать права по наследству или в результате реорганизации юрлица на евразийский патент, то вам необходимо будет заплатить 10 тысяч рублей. Уступка права на евразийскую заявку составляет 20 тысяч рублей, на патент 40 тысяч рублей. Ну и регистрация залога права на евразийскую заявку 5 тысяч рублей, на патент 10 тысяч рублей. После того, как вы получите евразийский патент, вам необходимо будет его поддерживать в силе. Чтобы ознакомиться с требованием поддержания евразийского патента в силе, вы можете перейти по QR-коду и посмотреть непосредственно по таблице пошлин, какие вам необходимо будет оплатить, и о правилах уплаты. Почему очень важно ознакомиться с пошлинами за поддержание евразийских патентов в силе? Перейдя по QR-коду, который указан на данном слайде, вы можете ознакомиться с таблицей пошлин за поддержание. Каждая страна указывает свои пошлины. Мало того, в некоторых странах эти пошлины меняются ежеквартально, поэтому нужно актуализировать свои знания о этих пошлинах. Обращаю ваше внимание, что в Российской Федерации, в Республике Беларусь, в Кыргызской Республике, в Республике Таджикистан и Азербайджанской Республике пошлину за поддержание евразийского патента в силе нужно платить с третьего года. Год исчисляется с момента подачи заявки, либо же с момента приоритета. Обращаю на это ваше внимание. Почему это важно? Потому что так, например, в Республике Казахстан и Туркменистан пошлину за поддержание нужно платить с первого года. В Республике Армения со второго года. И если, например, вы не знали, что нужно было в Республике Казахстан платить пошлину с первого года, то, как вы понимаете, начали его платить с третьего года. Как вы понимаете, у вас действие патента уже просто-напросто на территории этих стран не действует. И, собственно говоря, вам нужно будет восстанавливать права на него. Вы, безусловно, в течение трех лет можете восстановить права. Однако есть свои нюансы. Все пошлины за поддержание евразийского патента в силе уплачиваются в Евразийское патентное ведомство. Несмотря на то, что когда вы перешли по таблице пошлин за поддержание евразийского патента в силе, вы видите, что там указаны все пошлины в валюте соответствующего государства. Пошлины в Евразийское ведомство необходимо платить в рублях, евро или долларах. То есть эта валюта будет конвертироваться. Размеры пошлин устанавливает соответствующая государство на территории которой действует евразийский патент. По QR-коду вы можете перейти в раздел «Уплата годовых пошлин», ввести номер своего патента, и там вам будет предоставлена информация о том, на территории какой страны на данный момент действует ваш патент и какие пошлины необходимо будет уплатить вам в ближайшее время за поддержание действия евразийского патента в силе. Если вы, например, не заинтересованы в том, что на территории восьми стран у вас действовал евразийский патент, вы не платите, вы, например, платите пошлину за поддержание евразийского патента в силе только в Республике Казахстан и в Российской Федерации, за остальные, получается, остальные пошлины вы просто не платите за поддержание, то в данной таблице годовых пошлин, которые у вас выведутся, у вас будут указаны только эти две страны. Ну и, собственно говоря, рассчитана пошлина, которую вам необходимо заплатить за поддержание действия в силе евразийского патента на территории этих стран. Кроме того, некоторые государства устанавливают свои льготы на пошлины за поддержание евразийского патента в силе. Как вы видите, эти льготы действуют в Азербайджанской Республике, в Белоруссии, Кыргызстане, Туркменистане и Казахстане. В основном эти пошлины распространяются на физические лица, кроме того, эти пошлины распространяются на лица льготных категорий, это участники Великой Отечественной войны, и некоторые страны предоставляют льготы инвалидам. Почему очень важно вовремя, своевременно уплачивать пошлины за поддержание евразийского патента в силе, если вы заинтересованы в том, чтобы этот патент действовал на территории той или иной страны. Пример, в котором вы не знали, что с первого года необходимо оплачивать пошлину в Республике Казахстан, и у вас выяснилось, что действие евразийского патента в силе на территории этой страны прекратилось, вы решили восстановить права, у вас в течение года патент не действовал, в течение этого года на территории Республики Казахстан ваш конкурент может начать производство вашего изобретения и его реализацию, поскольку патент на территории этой страны в данный момент не действует. С того момента, как вы его восстановите, вот в том объеме, в котором он уже запустил в производство свое изобретение, точнее ваше изобретение, да, вот в том объеме он его уже будет продавать, реализовывать. Это и есть вот такое вот право после пользования. Поэтому очень важно, если вы заинтересованы в действии своего патента на территории той или иной страны, если вы производите свое решение, если вы его коммерциализируете, очень важно своевременно поддерживать евразийский патент в силе. Также, как я уже говорила, если вы восстанавливаете права на евразийский патент, вам необходимо будет заплатить пошлину в размере 50 тысяч рублей и подать ходатайство о восстановлении действия евразийского патента в силе. Как я уже говорила, все данные постоянно обновляются. Все, те пошлины, которые я сегодня озвучила, они актуальны на сегодняшний день. Необходимо постоянно обновлять свои, актуализировать свои знания. Для этого я вам предлагаю ознакомиться с нашим сайтом, подписаться на наш телеграм-канал. Мы есть в соцсетях. Вся информация актуальна на данный момент опубликовывается там. Все изменения, о всех изменениях мы сообщаем в своем телеграм-канале. Ну, со ссылкой, безусловно, на наш сайт и наши нормативные документы, в которых эти изменения и происходят. На этом у меня все. Я вас благодарю за ваше внимание. Придем сейчас к вопросам. Вопросы поступают. Так, 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 давайте начнем, наверное, с... А, предлагаю начать с вопроса, на который мы не ответили на предыдущей теме. Значит, вопрос был такой. Можно ли результаты исследований, полученные в ходе испытаний, лекарственного препарата, например, считать новым в заявленном изобретении? Ну, если переначать, то смысл вопроса в том, что примут ли дополнительные материалы с данными, которые были получены уже после подачи изобретения. То есть проходили какие-то исследования, испытания, и были получены какие-то новые данные. Так вот, примем мы их или нет? Здесь подход, значит, заключается в том, что любые материалы, которые принимаются, если они подтверждают первоначально заявленный объем прав. Если же проводимые исследования выявили, что выявлены какие-то новые функции, и заявитель хочет эти новые данные включить в описание и изменить объем прав, то такие материалы не будут приняты. Но у вас есть возможность подать заявку новую со сведениями, и оформить ее в виде, значит, заявки новой. Вот это был один из вопросов. Давайте к следующим вопросам перейдем. Экспертиза по существу пишет запрос, на самом деле. У вас в прошлое как раз лекция была о тех моментах, когда формула изобретения была составлена с требованиями, которые не соответствуют требованиям патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции. То есть итог экспертизы по существу – это либо решение о выдаче, либо решение об отказе. В среднем сейчас по статистике экспертам направляется до трех уведомлений о предоставлении дополнительных материалов. Если заявителю было направлено три уведомления о предоставлении дополнительных материалов, эксперт делает вывод о несоответствии условия патентной способности изобретения, эксперт делает вывод о несоответствии требования недостаточности раскрытия изобретения, либо же заявитель, несмотря ни на что, несмотря на уведомление экспертизы, отказывается внести соответствующие изменения в формулу изобретения, то эксперт выносит решение об отказе выдачи евразийского патента. Если же заявителю было направлено уведомление о предоставлении дополнительных материалов, в котором эксперт указывал на необходимость внесения формулы изменения соответствующих признаков, собственно говоря, это необходимость и препятствует выдаче евразийскому патенту, если в ответ на такое уведомление заявитель предоставляет соответствующую формулу изобретения, которая соответствует требованиям патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, то эксперт выносит решение о выдаче евразийского патента, и собственно говоря, это решение получает заявитель. После этого необходимо будет оплатить соответствующую пошлину. И он после уплаты этой пошлины получает заключение о решении выдачи евразийского патента. В случае пропуска срока уважительную причину нужно указывать «да». Помимо того, что вам необходимо будет заплатить соответствующую пошлину, обязательно вам нужно будет подать ходатайство, в котором вы должны будете указать уважительную причину. Что считается уважительной причиной? Ну, на самом деле, это уже на ваше усмотрение. Собственно говоря, к этому, безусловно, никто придираться не будет. И главное вам изложить причины. Какие сложности могут возникнуть при уплате пошлин за поддержание евразийских промышленных образцов? Какие типичные ошибки вам встречались? Это будет ответ, я думаю, что завтра. Да, у нас будет эта тема, она будет относиться к промышленным образцам. Я думаю, что лучше адресовать этот вопрос именно специалистам в области промышленных образцов. Так, скажите еще раз, как подать в ЯПВ международную заявку PCT с конвенционным приоритетом по российской заявке в системе ЯПВ онлайн? Обязательно же международная предварительная экспертиза в АИС. Смотрите, если вы международную заявку PCT спускаете на региональную стадию, то вы можете по обычной процедуре, также по системе ЯПВ онлайн, безусловно, подать эту заявку. Как я говорила, вам необходимо будет, если у вас есть уже поиск или международная экспертиза, вам необходимо будет это указать. И тогда вам будет предоставлена дополнительная скидка на единые процедурные пошлины на пошлины свыше 5, 20, 50 пунктов в размере 25%. Если у вас такого поиска нет, то поиск будет после уплаты пошлины, соответствующий, будет проведен ЯПВ. Как подать в течение 31 месяца с даты приоритета? Если вы в 31 месяц не укладываете, то вы уже подать не сможете. Нет, это уже не всегда. Еще вопросы? А, ну хорошо. Вот один из вопросов, очень такой странный. Как удалить человека из чата? И ответ написать модератору и указать причину, почему вы хотите удалить его из чата. Спасибо. Спасибо. Спасибо.